Диана Фархудинова 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 Но мы их тоже наверняка увидим сейчас. Фаляховы перехватывают шайбу один в один. Бросок из-под защитника добивать. И не получается, к сожалению. Сама Ландыш даже не ожидала, что шайба там отскочит и окажется неприкрытой бордарем. Шанк-то был неплохой. У нас сыграно чуть больше четырех минут в первом периоде. Пока 0-0. Но с первых минут китаянки пошли вперед. Они занимают сейчас второе место в турнире на таблице ЖХЛ. И, в общем-то, претендуют на лидерские позиции в чемпионате. Состав достаточно сильный. Много легионеров, много иностранных хоккеисток. Но, в принципе, и у Скифа тоже состав достаточно неплохой. После предыдущего сезона костяк состава практически сохранился. Была небольшая ротация. Два игрока ушло. Это Каролина Ротомяки и Александр Баффина. И пришли Екатерина Ананин и Дима Лявка. Но хотя перед началом сезона многие скептически говорили о шансах вот этой новой команды из Китая. И сезон-то начала команда не очень удачно. С двух поражений от Красноярской Бирюсы. И постепенно-постепенно стали вливаться в команду новые игроки. И вот так, может быть, для кого-то неожиданно. Но китаянки вышли на второе место. Ну, с одной стороны, неожиданно. А с другой стороны, если посмотреть на состав и на те результаты, которые показывает команда. В общем-то, наверное, все заслужено, все оправдано. Вообще, китайская команда, ну, она участвовала до этого в чемпионате американской, североамериканской женской национальной хоккейной лиги. И, в общем-то, наличие легионеров понятно, откуда взялось. Ну, в этом сезоне китаянки участвуют в чемпионате ЖХЛ. И, в общем-то, не будем скрывать, что сборная Китая тоже проводит целенаправленную подготовку и к Олимпийским играм 2022 года, которые как раз состоятся в Китае. Ну, и давай, Николай, вспомним, как развивались события в матче первого круга в Китае. Да, ну, матчи для Скифа сложились, глядя на результаты, не очень удачно, конечно. Первая встреча была проиграна с сухим счетом 0-3, но весь матч практически шла равная борьба. Даже территориально больше Скиф владел шайбой. Неплохо комбинировали хоккейские и нижегородские команды. Но создавалось такое впечатление, что китаянки таким образом давали простор, давали играть, но убаюкивали бдительность. И вот первый гол, да. Да, Фархудинова отбила первую шайбу, но на добивании не смогла выручить свою команду. И у нас счет становится 1-0 в пользу униумера Старванки Рейс. К сожалению, для нижегородских болельщиков неудачное начало, я вам скажу. Да, счет становится 0-1 за седьмой номер. Лео Лам поспел на добивании, но там и так оказался голый совершенно. Центральный нападающий Елена Сильевна не успела за седьмым номером китайской команды. Лео Лам, видите, на своих экранах сейчас. Да, и вот как раз ударное звено находилось на льду, и сейчас оно вновь в игре. Ну, коль уж начали про матчи в Китае, давайте завершим этот рассказ. Во второй встрече Скиф чуть было не взял реванш. И вели нижегородские со счетом 3-1 по ходу встречи. И, в общем-то, все было справедливо, все было по делу. Но какая-то несобранность, отсутствие концентрации, наверное, сыграли злую шутку над Скифом. И сначала гол в большинстве пропустили нижегородки, когда в контратаку убежал лидер команды Александр Карпентер. Там на добивании сыграли ее партнеры. И затем сравняли счет китаянки, сняв вратаря, и победили в итоге по булитам 4-3. Увез Скиф из Китая всего одно очко, хотя можно было рассчитывать и на гораздо большие очки. Братищевый сейчас в атаке. Нижегородки идут вперед. Нижегородки не сильно расстроил эту шайбу команду. Команда не пустила голову и пытается атаковать. Встречают на рубеже синей линии сейчас. Да, мы говорили о том, что по ходу сезона китайская команда усилилась рядом игроков. И, в частности, вот совсем недавно в Кунь-Ун Red Star Wanker Race пришла кинский голкипер. Нора Рятия. Сегодня мы, конечно же, хотели бы видеть ее на льду. Но, к сожалению, по каким-то причинам она сегодня даже оказалась вне заявки. Хотя вот играла в Красноярске один матч. Ну и давайте вспомним, что, по-моему, 5 лет назад она выступала за Скиф. Да, выступала Нора Рятия за Скиф и, в общем-то, неплохо выступала. Пришла она на дозаявку. Это было в Олимпийский год, как раз в сезоне 13-14 годов. Да, неоднократный призер мировых первенств. Еще раз, к сожалению, мы сегодня ее не увидим. Но она может быть заявлена на следующую игру, которая состоится после завтра, 20 ноября. Наверняка тренеры поступят так, что тренеры китайской команды проведут ротацию вратарскую, наверное. И на следующую игру Нора Рятия как минимум будет переодета. Продолжаем наблюдать за игрой. Скиф пытается идти атаковать. Сейчас левым флангом Мария Белова в углу площадки ведет борьбу. Но надо помогать, безусловно. Силена помогает. И Лена Проворова подключилась. Но китаянки тут числом на этом участке площадки сыграли и отобрали. Коллективный отбор провели. Смена состава. В Щукино пас на Проворову. Не получилась атака с ходу. Со второй попытки будут атаковать Нижегородки. Но хорошо, достаточно так плотно очень встречают китайская команда. Высокий прессинг в чужой зоне. Ну да, опять против лидирующего звена. Китайской командой здесь вот как раз Александр Карпентер, лучший бомбардир женской хоккейной лиги на сегодняшний день. В ее активе 30 очков, 12 забросных шайб и 18 передач. А на пятом месте вот как раз ее подруга по команде Рэйчел Янос. У ней 21 набранное очко. А вот как раз Ландыш Фаляхова в атаке. Она, кстати, замыкает десятку бомбардиров. В ее активе 16 набранных очков. Очень мы надеемся, что сегодня Ландыш также проявит свои лучшие качества. Стоит обратить внимание, сейчас вот тренер обеих команд проводит достаточно частые смены. Первый период еще не дошел до своей половины, но пытаются высокий темп поддерживать и тренер обеих команд. Буквально 30 секунд провела пятерка на льду и меняется. В своей зоне сейчас китаянки. Немножко успокоилась игра к середине первого периода, вот после этой заброшенной шайбы. Сейчас китаянки даже допускают проброс. Что нужно делать Скифу сейчас? Конечно же, переводить игру в зону соперника, пытаться чаще атаковать, чаще бросать по воротам. Но это на вашем экране болельщики Скифа. Горячо поддерживают свою команду. Последний матч Скиф проводил против подмосковного Торнадо. К сожалению, не удалось набрать максимальное количество очков, как бы этого хотелось. Все, два очка только за первую игру получили Нижегородки. Но, тем не менее, шансы еще на Плоев остаются. И вот очень важно сыграть удачно в ближайших матчах против как раз китайской команды. Не надо, нельзя сказать, что о том, что китайской команды не нужны эти очки. Но Скифу они все-таки важнее. Да, очки важнее. И, в общем-то, не сказал бы я, несмотря на то, что китайская команда сейчас в лидерах, что против нее нельзя играть и добывать очки. Все можно. Мы видели, как команда Скиф играла в Китае. И, в общем-то, были шансы. Сегодня, конечно же, будет другая игра абсолютно. И у китаянных состав изменился. Белова прорывается вперед. Дважды помогла себе клюшкой с неудобной руки, но ее выбили. Соперница. Продолжается там борьба. Китаянки шайбы перехватили. Анна Щукина преследует нападающего китайской команды. Борьба у борта. Отбивается в Нижегородке и в атаке Лихачева. Уходит она на левый край. Заброс в зону. Но пошли меняться. Много сил потратили сейчас в этой смене Нижегородки. И приходилось тут поработать в обороне. И так обозначили атаку. Вбросили шайбу и быстрее меняться. Ну, еще одним союзником Скифианок, возможно, сегодня станет раниться все-таки в часовых поясах. Если в Шэньчжэне сейчас уже 11 час вечера. С другой стороны, все профессионалы. И я не думаю, что это сильно повлияет на игру китайской команды. Ну, повлиять-то может. Предыдущие свои игры китайские проводили в Красноярске. Там тоже плюс 4 относительно Нижнего Новгорода. И, в общем-то, разница есть. Но я думаю, что за то время, что китайские находились в пути, и уже в Нижнем Новгороде они находятся с субботы. Ну, адаптироваться, я думаю, они уже смогли. Пас рукой. Ровно 9 минут у нас остается до кончания первого и третьего матча. 0-1 на табло в пользу Ванки Рейс. В хорошее настроение приехала команда сюда, в Нижнем Новгород, из Китая. Она в своем активе имеет сейчас 6 побед подряд. Скифианок немножко другое положение. И психологическое, и турнирное, и главный тренер Константин Митайл после игр с Торнадо говорил, что очень важно поправить именно игру в атаке. Не получается пока позиционная игра у Нижегородок. Немножко вот разбились у нас звенья из-за травмы, болезней. Но вот вроде бы сейчас потихоньку все приходят в себя, игроки Шашкина в атаке. Пытался один в одного обыграть, но не получилось. Это 49-й номер Джессика Бонг, и противостояла Кристи. Все, что смогли сейчас китайские сделать, это ввести шайбу в чужую зону и обозначают там борьбу. Но вот здесь у борта странно, что двое игроков в белой форме оказывается против одной из Кифианки. Надо как-то все-таки в своей зоне позиционно играть правильно. Опасный момент Фархудинову выручаю. Сейчас в упор бросал 91-й номер. Еще один бросок, и все-таки сейчас становится 2-0, увы. Ну вот этот напор лидирующего звена Ванки Рейс сказался сейчас на том, что счет изменился в пользу китайской команды. Недан Бозик, да, 9-й номер. Ее бросок оказался не берущимся. Дальний угол. Ну, в принципе, вратаря видеть в этом уголе сложно. Здесь Фархудинова играла по ситуации, закрывала ближний угол. Прежде всего нельзя давать бросать в таких ситуациях. И тайм-аут берет Константин Михайлов. Да, трудно припомнить, когда вот уже в первом периоде тренер берет тайм-аут. Ну да, надо сейчас как-то остудить порыв китайской команды, но и своих игроков привести в чувство. Ну и самое главное психологическое состояние сейчас Диана Фархудинова. Да, вот вернулась она на лед после длительного перерыва. Получает две шайбы. И как пойдет у нее игра дальше, трудно, конечно, загадывать. Но и может быть ко всему готовым дальше. Что может быть и Карине Золотаревой тоже придется вступить в игру. Закончился тайм-аут. И... Собрасывание в центральном круге продолжится. Сейчас играем. Ну и опытная команда. Я посмотрел. Ростер, да, и у них совсем мало молодых игроков. В отличие от Скифианок. Как мы говорили уже, Кристи Шашкина, да. 2003 года рождения есть у нас игроки и 2000-го года, 2001-го. Очень такой ровный состав возрастной. Ну, Скиф вообще самая, возможно, молодая команда в женской хоккейной лиге. Не будет проброса. Ну да, у китаянок команда возрастная достаточно. Кстати, может быть, даже самая возрастная в лиге. Я вот смотрю сейчас по списку. Лишь одна хоккейская имеет 2000-й год рождения. Все остальные старше. Отбились в Нижегородке. Была потенциально опасная атака в анкер-рейсе. Ответ. Не получается. Бросок убрать Тищевой. Заблокировали ее. Был такой классический выход 3 в 2. Немножечко надо было разбежаться, наверное, как солнечные лучи. А хиски в одну кучу немножко съехались. При этой плотной игре не получилось так найти путь к воротам. Скиф начинает новую атаку из своей зоны. Ананина пытается идти вперед, но останавливает ее на рубеже синей линии. Да, пока можно констатировать о том, не получается игра в пас у Нижегородок. Не уступают они вроде бы в скоростях. А вот последний пас не получается. И бросков не так много, к сожалению. Пожалуй, нужно почаще нагружать китайского вратаря. Видели мы на самом начале матча. Не самый такой серьезный был бросок. Справилась с трудом. И там могло быть добивание. К сожалению, не получилось. Снова шайба в зоне Скифа. Перехват Лихачева. Хорошая диагональка. И Белова тут немножечко придержали в рамках правил. Вот обращается внимание на себя тот факт, что китаянки быстро все пятерки отходят назад. Команда вот словно гармошка. Разжимается, разжимается в нужные моменты. И плотность такая игровая позволяет не допускать каких-то провалов. Быстро отходить назад при потере шайбы. Да, и катание очень хорошее. В том числе и у китайских хоккеистов. И, видимо, поднатаскали игроков тренерский штаб. Вот тоже тут одни зокеанские ребята работают. В тренерско-административном штабе у китайской команды. Ну, несмотря на вот этот североамериканский уклон, наверное, китайской команды, все-таки мы не наблюдаем, наверное, типичный канадский стиль бей-беги, когда идет вброс в зону. И когда команда начинает так с силовой давлением играть и поддавливать соперника после вброса. Карпентер. Бросок в дальний угол, не точно. Ну, снова звено вот этой лидирующей китайской команды показывает свою игру. Не будет проброса, быстро меняются составы обеих команд. Корректно проходит у нас поединок. 15 минут практически уже минуло. И ни одного удаления нет. И шайба ловушки Фархуддиновой. Неудобные руки бросала сейчас второй номер. Это Эми Менке, еще одна представительница Северной Америки. Да, нападающий под вторым номером необычно. Проигрывает в Нижегородке вбрасывание. Еще один дальний бросок. Этот бросок был несложный для Фархуддиновой. Он его без труда отбил. И Малявка сейчас правым флангом пытается атаковать. Но вот опять мы наблюдаем. Успели китаянки отойти. Два нападающих с Киева было против троих игроков команды в белой форме. Она не нахорошо отобрала на рубеже синей линии. Но там нет никого. И снова два игрока с Киева против практически все пятерки. Он был китайской командой. Лихачева снова шайбу перехватывает. Да, действительно, быстро откатываются назад китаянки. И не очень непросто организовать свою атаку Нижегородком. Удаление. Да, вот только что мы говорили, что корректно проходит игра. И нарушение правил в составе китайской команды. Это Ребекка Колстер отправляется на две минуты. За запрещенный силовой прием. Судя по жесту одного из главных арбитров. Есть проблемы в этом сезоне с реализацией большинства у Нижегородок. Посмотрим, посмотрим, как получится реализовать численные преимущества в первые в этом матче у нашей команды. Оксана Братищева на точке вбрасывания. И, к сожалению, проигрывает она. Вот молодежное ударное звено снова воссоединилось в Скифе с приходом Константина Михайлова. Но это своего рода возвращение. Он уже работал помощником у Владимира Голубовича в прошлом сезоне. И в позапрошлом тоже. В первых играх чемпионата мы видели, что прежний наставник Сергей Филин игроков разводил. Падение такое жесткое, но арбитры не реагируют на падение Фаляховой. Надо посмотреть повтор, что там было. Ударилась Ландыша в борт. Мы будем надеяться, что ничего серьезного. К счастью, Токиска сама поднимается со льда без посторонней помощи. Ну, Ландыш боец. Как их поискать? Постоянно она в гуще событий. Постоянно на стрее атаки. Вообще-то это нарушение. Вот сейчас показали. Не знаю, почему судьи это не заметили. Еще разочек хотелось бы посмотреть. С этой камерой мы уже не увидим ничего. Игра тем временем сейчас продолжится вбрасыванием в средней зоне. Вот еще раз этот момент. Ну, столкновение такое не сказал бы, что в рамках правил, но бог с ним. Ну, и Рэйчел Ульянос. Девушка достаточно габаритная. И Фаляхова отскочила от нее. В общем-то, очень стильный удар такой получился для нее. Ну, да, габариты здесь сыграли решающую, наверное, роль. Минусы большинства позади, скиф-атаки. Ну, попробуй закрепиться все-таки на конец зоне. Шашкина хорошо на Шмыкову. Не стала бросать поворотом. Щукина. Кистевой бросок, но это семечки для вратаря китайской команды. Все видела, никем не была прикрыта. Ананина. Ой, да, Ананина. 91 номер, прошу прощения. Показалось, что это Анна Щукина. Номера похожи. 21-91. Да здесь еще и майка немножечко так спряталась под другим элементом экипировки. А вот сейчас как раз Щукина на льду вместе с Еленой Проворовой. И снова Кулешова, Братищева, Фоляхова на льду. Все в порядке с Ландыш. Отвоевывает шайбу Проворова. Всего бросок. Хорошо, Братищева подставляла шайбу. Чуть-чуть так разминулась с дальней штангой. Хотя бросок был неплохой. Братищева за воротами смотрит, кому отдать. Вот очень низко к воротам опустились сейчас китаянки. Свободно на рубеже синей линии. Туда и Проворова уехал, чтобы получить эту передачу. Еще один бросок. Добивание не получается. Еще 15 секунд. Нижегородком играет. В большинстве время есть. И, к сожалению, ошибка. Ошибка. Не поехала Леа Лам сейчас в атаку. Просто выбросила шайбы. Но заканчиваются эти секунды меньшинства для китайской команды. Неплохое большинство получилось для Нижегородок. Были моменты. Было напряжение. В атаке сейчас Киев. Заброс в зону. Нельзя трогать шайбу вне игры. Было бы. И две минуты у нас до первого перерыва. Остается. Еще 2-0 в пользу команды Ванки Рейс. Вот и Заколова Екатерина появилась на льду. Про нее мы говорили. Она оказалась сегодня вне трех звеньев. Какую скорость набрала Меган Бозик. Уже автор заброшенной сегодня шайбы. И сейчас могла оформить дубль. Пархудинова выручил опять с Киев. Ну да, мы видим, даже защитники идут смело вперед. Все получается у китайской команды. И нарушение численного состава фиксирует судейская бригада. У китаянок. Ну да, там такая сутолка, такая каша была из игроков в районе скамеек запасных. И как раз игрок, который вышел на лед, получил шайбу в тот момент, когда игрок, уходящий, вместо нее на скамейку, не успел еще даже сделать шаг на бортик. Сделать шаг в калитку. Ну и в женском хоккее это весьма распространенное удаление. Едва ли не самые популярные, наверное, после подножки. Наверное, да, соглашусь. Команда КРС МакКРС показывает малую скамеечную штрафу. Юнь Линь Пи будет отбывать эти две минуты, если скип не реализует. Второй подряд большинство. Это ее сейчас главный арбитр, одна из главных арбитров Елизавета Колшина просит поменяться. Должен поехать на скамейку. Кто-то из тех игроков, кто находился на льду. Тренеры китайской команды решили, может быть, схитрить сейчас, отправить не самого ведущего игрока, может быть, на скамейку. Да, как раз она из четвертого звена. И, по-моему, даже и не выходила сегодня на лед. Все-таки отыскали на скамеечке. Нарушители в кавычках. Нашли крайнего. Да, Клаудио Кеплер. Еще одна американская хоккеистка. Вот снова даже в четвером китаянки выиграют в бросовании и без проблем выводят шайбу в среднюю зону. И даже идут в атаку. 91-й номер. Лионес. Бросок опасный в девятку и добивание 3-0. К сожалению, это Александр Карпентер, да. В меньшинстве китаянки делают счет 3-0. Быстрая контратака. И, к сожалению, не разобрались на своем пятачке Нижегородки. Смотрим повтор. Архудинова выручает. И вот здесь пустые ворота. Карпентер спокойно добивает шайбу в сетку. Ну да, оказалось, расторопнее остальных в окружении двух защитников и ворторя. Продолжаем смотреть игру. Последняя минута пошла первого периода. Ну да, как раз вот гол соорудили два лучших бомбардира команды. Лионес и Карпентер. Ну, выходят они и в большинстве, и в меньшинстве. И много времени получают вообще игрового в равных составах. Недаром они лидеры команды. Да, обидно вот так получить шайбу под занавес периода, да еще в большинстве. И без того счет 2-0 был достаточно уже серьезным. Ну а 3-0, как говорится, делает положение очень и очень трудным. Для Нижегородского клуба. Еще 10 секунд играть. Ну и выручает галкипер. Ну не самый был для нее серьезный бросок. Все видела Сейхе. Сегодня ей доверили место в рамке. И пока она со своими обязанностями справляется. Очень хорошо. Ну, будем откровенны, что ее и не сильно беспокоят в первом периоде игроки Скифа. Все-таки стоит вот сейчас, подводя итоги первого периода, отметить, что все-таки действительно преимущество имеет китайская команда, как и в счете, так и в игре. Больше владеет китайской шайбой. У нас звучит сирена на первый перерыв. Вернемся через 15 минут. Телефон для справок 8 800 500 01 02. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...